Я, друзья, вам ещё не показывала букинистику. Сегодня я немножко это наверстаю. И несколько книг я вам сегодня покажу. Первая книга, друзья, «Кулинарные рецепты». Это выдержки из книги о вкусной и здоровой пище. Книга, что называется, «Must have» в советские годы. «Наше всё» для наших мам и бабушек. И здесь собраны лучшие рецепты советской кухни. Судя по состоянию, книга была в ходу у хозяйки. Но она в полностью целом состоянии. Никаких утрат здесь нет. Так что вы ещё сможете ею пользоваться и готовить вкусную, полезную пищу. Книга 58-го. Друзья, считаю, очень ценная книга «Художественное вышивание». Автор Гасюк. Книга большого формата. Она издана в Киеве в 1982 году. Я считаю, что это буквально энциклопедия для рукодельниц. Эта книга издана на двух языках. На русском и на украинском. Здесь вы можете найти образцы вышивок всех народов Советского Союза. Россия, Украина, Азербайджан, Латвийская ССР, Киргизия, Эстония и так далее. Также здесь вы можете изучить все техники вышивания. Какими нитками это нужно делать. Как гладить, стирать вышитые изделия. Как за ними ухаживать. Как составлять композицию художественную. Все швы описаны. Как их выполнять правильно. Вот мережки. Как выполняются разные виды. Червячок, овсяночка, лиховка. Какие названия чудные, милые. Вот техника вышивания гладью. Тоже разные примеры и образцы. Большой интерес, друзья, представляет раздел, где собраны образцы вышивок разных областей Украины. Посмотрите, Днепропетровская область, например. Винницкая область. То есть в каждом регионе Украины применялись разные узоры. Вильницкая область, Львовская область и так далее. Ивано-Франковская область. Посмотрите, какая богатая вышивка. Закарпатье. Посмотрите, какая красота. Какой талантливый народ. Аппликации. Вот смотрите, образцы, какие изготавливаются аппликации. Друзья, я думаю, что эта книга просто находка для историков моды, для коллекционеров, для людей, увлеченных народной культурой, для художников по костюмам. В общем, находка для любого творческого человека. Друзья, ну раз уж у нас пошла тема рукоделий, покажу вам вот эту книгу. Она современная достаточно. Светлана Слежин. Вязание крючком. Самый полный, понятный самоучитель. Это издание 2013-го. Вы тоже найдете все приемы вязания крючком, схемы, узоры, некоторые изделия. Ну, в общем, научитесь рукоделием и вязанию крючком. Вот поистине энциклопедическое издание «Цветы». Я знаю, что женщины многие любят цветоводством заниматься. Книга большого формата. Она издана в Киеве в 64-м году. Здесь мы тоже найдем много интересного, познавательного. Все, что касается цветоводства. Здесь даже есть техники засушивания отдельных растений. Описание различных цветов. Вот, смотрите, торфоперегнойные, перегнойно-земляные горшочки. То есть, как выращивать, как размножать цветы. Фотографии различных. Рыжание цветов. Разные техники выращивания, ухода за разными растениями. Вот, смотрите, может быть, даже это кому-то будет полезно. Расчет потребностей в теплицах, парниках и открытом грунте. Дополнительное освещение растений в теплицах, лампами, дневного света. То есть, эта книга будет полезна даже тем, кто выращивает растения на продажу профессионально. Сорта роз. Какие красивые картинки. Как ухаживать за розами. Смотрите, как обрезать корни. Как подготавливать и укрывать на зиму. А вот сирень. Сирень Богдан Хмельницкий, между прочим, называется этот сорт. Как выращивать сортовую сирень. Как создавать композиции. То есть, ландшафтный дизайн, оформление водных площадей. Методы получения чистосортных семян. Книги этой 390-й страниц, друзья мои. Тираж у неё 35 тысяч экземпляров. Между прочим, не такой уж большой тираж. Вот, друзья мои, книга большого формата. Книга о здоровье. Она издана медицинским издательством в 59-м году. Соответственно, с точки зрения медицины, здесь всё продумано. Вы здесь найдёте и физиологию человека. Правила здорового образа жизни. Как работает нервная система, дыхательная, пищеварительная. Как вырабатываются рефлексы. Смотрите, обмен веществ в головном мозгу. Почему мы устаем. Утомление и переутомление. Как работает сердечно-сосудистая система. Массаж. Жиры, белки и углевод. Вот заболевания, какие встречаются у людей. Что происходит. Какова этиология. Каков патогенез различных заболеваний. Правила ухода за ребёнком для молодых мамочек. Правила закаливания. Предупреждение детской нервности. Очень актуально в нашей жизни. Год тоже будет полезно мамам, молодым и женщинам, которые готовятся стать мамами. Как подготовиться к родам. Как питаться во время беременности. Ну и пороки тоже тут обсуждаются. Инфекционные болезни. Кстати, тоже проблема нашего бренега. Издана в 1959 году. И тираж её составляет 150 тысяч экземпляров. И напоследок, друзья, покажу вам вот эту книгу. Вот это издание. Театральные фотопортреты Бориса Фабисовича. Это был очень известный советский фотохудожник. Книга, посмотрите, оформлена в стиле модерн. Мне очень нравится этот стиль. Книга издана Всероссийским театральным обществом в Москве в 1977 году. И здесь собраны фотографии известных мастеров культуры. Фото, сделанные Борисом Фабисовичем с 1920-х. И вот посмотрите, здесь собраны как фотографии, фотопортреты, фото сцен театральных. Описание творческого пути этих актёров. Борис Бабочкин, например. Я даже не всех, честно говоря, знаю. Всеволод Вишневский. Алексей Грибов, ещё молодой. Я, конечно, этих актёров уже застала пожилыми людьми. Николай Гриценко, который, вы помните, сыграл главную роль в фильме Анны Каренина. Анастасия Зуева тоже здесь, она ещё достаточно молода. И я помню, конечно, её уже достаточно пожилой актрисой. Корчагина Александровская. Суренко Чарян. Не все фамилии мне знакомы. Сергей Лемешев, ну как же, кто же не знает Сергея Лемешева. Цилия Львовна Мансурова, тоже звезда театральной сцены первой половины 20 века. Вану Мурадели. Евгений Мравинский, это известнейший дирижёр. Майя Плесецкая, посмотрите, как она прекрасна. Вот Галина Уланова тоже. Какая она ещё тут юная, молоденькая. Михаил Ульянов. Наталья Ужзей. В общем, весь цвет Михаил Царёв, весь цвет советского театра здесь собран. Людмила Циликовская, звезда экрана. Максим Штраух, ну это создатель Ленинианы в своё время, послореволюционные годы. Клавдия Шульженко, посмотрите. Знаменитый дуэт Шуров и Рыкунин этих людей, этот юмористический дуэт, конечно, помнят наши мамы и бабушки. Был очень популярный юмористический дуэт. Юрий Яковлев, конечно, мы уже все его знаем, и более молодое поколение наверняка его тоже видела и помнит. Книга издана в 1977 году, друзья. Тираж 15 тысяч экземпляров.